Я смотрел на вас больше года, или год практически, в Одесской области. На что способны вы? Мы сейчас в оппозиции. А, в оппозиции, будучи главой области. Мы сейчас, да, мы сейчас в оппозиции. Я же вам говорил. Мы сейчас в оппозиции. Давайте я вам объясню, что произошло в Одессе. С помощью БПП, а вообще Одессу 20 лет назад, по сути, захватил криминальный синдикат, которым руководят несколько людей, при помощи людей, которые здесь присутствуют, в том числе. Они поставили, сначала они захватили, в том числе при помощи убийств, они захватили экономическую власть в городе. И потом они захватили политическую власть. Разделили это вот примерно так же, как здесь, где, по сути, регионалы, бывшие регионалы, разбежались по разным партиям. Они играют в одну игру. Фракция, которую ведет этот человек, сейчас, по сути, она в Одессе поддерживает бандитский синдикат. Они играют заодно. На мэрских выборах они играли заодно. Ну, все, ну, 20 лет назад мне было 15 лет. Я, конечно же, захватывал Одессу криминальным кланом. Так все это и было. Безусловно, безусловно, можно ли мы как-то разберемся? Безусловно, очень интересно, как Саша сегодня, который хочет... Я просто в этой ситуации выникает питание за Одессскими разборками, я прошу прощения, я забыл Саша, а я сегодня хочу им сейчас ответить именно на это право. Спасибо большое. Иван, вы правы, но Алексей ответит. Все-таки были обвинения. Значит, второе. Конечно, это все не помешало Саше полгода назад баллотироваться от этой ужасной партии и не партии. К сожалению. И идти, взять от нее мандат, тоже от партии и не партии, потому что у него мандат от БПП. Сегодня депутат Одесского городского совета. Но самое главное не в этом. А кто вот все это говорил? Дело в том, что вот Саша, это явление такое даже несколько комичное. То есть вот он при Саакашвили, то есть он в тени Саакашвили может так как бы говорить, что он боровик. На самом деле он бледная поганка, которая вот очень, ну... Можно, давайте все-таки, извините, извините, это правда, которую хочу сказать я. Вы только что увидели культуру, вы только что увидели культуру, о которой я говорю. Уже практически зрители пусть сделают свои выводы. Давайте продолжим. Дело в том, что Одесситы уже год наблюдают за действиями такого, как Саша. Там есть действительно Михаил Саакашвили, который является фигурой. Его действия интересны. С ними можно спорить, они могут нравиться или не нравиться. Но это действия действительно политической фигуры. К сожалению, одна из проблем Михаила, чтобы в свою команду он набрал таких людей, как Саша, которые, ну вот, позорят, честно говоря, его. Только без оскорблений, давайте не будем, Алексей. Я вам говорю так, как я думаю. Почему без оскорблений? Давайте двигаться дальше, мне, честно говоря, интересно продолжать. И поэтому, к сожалению, когда такие люди сегодня, для которых наша страна, ну это ничто его не интересует. И эти люди сейчас дают свои оценки какие-то, говорим, ну и оппозиция. Ну какая, извините, эта оппозиция? Это смешно. У нас демократия, все могут давать...